Здравствуйте, друзья! Продолжим наш разговор о древней йоге. В прошлый раз мы рассматривали древнюю легенду о манговой рощи. И вкус этого манга сравним с тем результатом, к которому стремится йога. Чтобы определить, что такое йога, вот эта древняя йога, что она из себя представляет, мы должны найти цель, которую она преследует. Нам неинтересна ни история йоги, нам неинтересны ни разные направления и их споры между друг другом. Нам интересен единый результат, к которому стремятся разные направления медитативной практики. Дхьяна – это медитация. Дхьяна – то же самое, что и чан на китайском. Дхьяна – санскрит. Китайский – чан. На японском – дзен. Дзен, чан, дхьяна – все это можно описать как единый такой вектор поиска некого духовного просветленного состояния, измененного просветленного состояния, который ищут люди и в этом вкладывают свою энергию. Они изучают, они практикуют, они ищут знания, чтобы добыться чего? Все вот этого измененного психического состояния – нирвана, самадхи, мокша, каевалия. Все эти термины обозначают некое иное, недоступное простому смертному ментальное состояние. Это состояние – благо, бесконечно продолжающаяся эйфория, достигаемая упражнением и соответствующим образом жизни. Смысл йоги – констатировать, что есть это состояние, и дать путь, путь к манговой роще. Невозможно описать это состояние словами человеку, не пережившему ее. Это так же трудно, как описать кому-то вкус чего-то, чего он не пробовал. Поэтому и используют вкус хаои, вкус манга, анубхава. Душа непосредственно воспринимает нирвану. Некое ментальное состояние, которое выше логического ментального плана. Лишь приведя в свой ум успокоенное и сконцентрированное состояние, человек своим «я», своей душой переживает это новое состояние просветленности, о котором говорят, что это восторг и эйфория, несравнимо ни с чем, и невозможно выразить словом. Йога на санскрите обозначает ярмо, сухожилие. Кстати, на грузинском тоже сухожилие. Ига русская очень похожа. Это попытка связывать себя с чем-то высшим в самом себе, связывание в этом смысле. Но для масс йога совсем другое. Самое-самое такое распространенное понимание йоги – это факиризм, разные неприятные асаны, разные люди, полуголые, творящие страшные аскетические упражнения, лежащие на гвоздях, что-то экзотическое. Другая часть общества уже понимает, что йога – это и физические, и психические, и дыхательные упражнения. И только малое-малое. Поэтому я и позволил себе говорить не о йоге, а о древней йоге. Все время добавляю это слово «древняя». Чтобы было понятно, я пытаюсь говорить о той йоге, которая существует уже несколько тысяч лет. Когда учитель в древности своего ученика учил йоги, когда он говорил с ним о йоге, он говорил о медитации, он говорил о философии. Человек может быть йогом и физически совершенно не изменить своего образа жизни. Так же есть, так же спать. Многие системы медитации из дзена практикуют такой подход. Вот древняя йога – это нечто, происходящее внутри человека, а не снаружи. Суть йоги – в изменении восприятия реальности, миросозерцания. Йога – это способ надеть розовые очки, чтобы увидеть унылую, серую жизнь в розовом цвете. Это называется изменением таршаны. Постепенно человек окунается в некий мир йоги, мифологии, образа мыслей. Он постепенно, ежедневно реализует некие медитации. Он входит в этот мир. И его восприятие, претерпевание жизни меняется. Он становится свободен от страха смерти, от пар противоположностей. Он переносит счастье и горе более спокойно. Где-то сказано в одном из текстов так. Таким образом, он становится весьма черствым человеком. Вот эта черствость в хорошем смысле. У него есть некое внутреннее спокойствие, которое не может нарушить ничто внешнее. Вот к этому – это и есть свобода, свобода души. К этому стремится йога. Это и подразумевается под изменением таршаны. Мы претерпеваем этот мир, и мы недовольны нашим бытием. Это называется дукха. Это очень распространенный термин. И просто это есть данность. Люди недовольны своим ежесекундным бытием. Если взять общее, все их переживания от рождения до старости и смерти. Вот жизнь вся как бы наполнена дукхой. И это результат некой сущности, которая бунтует против этого анитям, невечности, эфемерности. Есть нечто вечное среди этого невечного. Вот мы состоим как бы из двух пересекающихся друг с другом, несмешиваемых, сутей. Одна вечная, а другая невечная. Все остальное, вернее. И среди этого всего остального наши души жаждут обнаружения этой вечности. Дукха – это очень сложный термин. Он означает претерпевание жизни, которое может измениться на противоположное. То есть восхищение, наслаждение, бытием, жизнью. Что вызывает эту дукху? Откуда она появляется? Наше тело, наша психика, все вокруг нас, все имеет атрибут временности. Все начинается, а потом заканчивается. Все вокруг нас, невечно. И среди этого всего есть некто вопиющий в нас. Частичка нашего Я, самого высшего. Это называется атман. Нечто в нас протестует против этой конечности. Есть такой анекдот. Вот, представьте себе, розовый мир, розовая трава, все розовое. И зеленый крокодил, дико протестующий, что он попал в не свой мир. Вот нечто подобное ощущаем все мы с детства. Как только оказываемся перед проблемой конечности. Различать на разных уровнях, внешнее, внутреннее. Потом из этого внутреннего вычленять наблюдателя, наблюдателя психики. Сна, бодрствования, прошлого, настоящего, будущего. Единого наблюдателя этих разных изменений. Это есть сокровенная суть йоги. Она приводит нас к моменту, когда мы воспринимаем наши тела, наши личности, как некие маски. А за этими масками мы уверены, мы ощутили, что существуют бессмертные души. Они играют в этот мир, и сами маски не имеют значения. Мы переводим этот атрибут временности на эти маски, на личность, на тело, на разные материальные вещи. Да, понятно, они временны, но вместе с этим всегда существует субъект, наблюдающий за этими изменениями. Вот к этому субъекту стремится йога, изменениям даршаны. Например, есть два способа введения розы. Или можно воспринимать, что это роза, но с шипами. А можно воспринимать так, среди стольких шипов вдруг есть роза. Йога нас учит методу, как изменить введение стакана, чтобы из полуустого он стал полунаполненным. Этого йога добиваются всеми теми ступенями, о которых мы будем говорить в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok